Привет! Сегодня 13 среда, 22 год. Именно каждая дата, год. Запомните, что сейчас происходит. Давайте посмотрим. Зайдем в Национальный банк. Специально уже слежу, когда же все-таки обновят таблицу, какие монеты продаются. Давайте посмотрим. Запомните, дата 13, напоминаю, сегодня среда. Давайте заходим в монеты, которые реализуются в филиалах. Обратите внимание. До сих пор за 8 число, за 8 число уже вчера ждал, думал, может быть сегодня с утра сменят. То есть актуальную информацию до сих пор просто невозможно добиться. Хотя неоднократно об этом говорили. Зайдем, проанализируем действия, что творится у нас. Сейчас не только это. Теперь в интернет-магазине Нацбанка. Открываем интернет-магазин, который я уже не захожу туда и не могу зайти после блокировки. Но не в этом суть. Посмотрите, часы в верхний левый угол 11.36. Как правило, в это время уже за несколько минут актуальные монеты, которые потребность есть на рынке. В частности, блистер-олень реализованы. В результате житы казана 184 есть в наличии. О чем это говорит? Это что максимум 16 человек купило. Серебряный полигон при цене 16 тысяч максимум 10 человек купило. И несколько роллов, возможно, еще купят или выбросят опять из корзины 36 человек. То есть, магазин торгует в течение уже нескольких месяцев, начиная с начала года оленями. Этими блистерами никак не может их реализовать. В результате все монеты, которые выпущены еще в прошлом году, в начале этого года. То есть, это выпуски в то же время и посвященные 30-летию независимости Казахстана. Они ждут, наверное, когда 35 лет независимости будет. Тогда начнут эти монеты выдавать. То есть, работа Национального банка, в частности, то, что мы видим, то, что нам поддается анализу, просто не выдерживает никакой критики. А теперь увеличите масштаб. Представьте, что недоступно нашему вниманию, нашей информации. Если такой же бардак творится в отдельных частях по работе Национального банка в масштабах страны, то можно представить, в какой глубокой пропасти мы находимся. С такой работой таких служащих, ну, не знаю, таблицы не обновляются, монеты не продаются, которые уже выпущены, которые лежат. И причем это народные деньги. Причем при борьбе с инфляцией могли бы выкинуть эти монеты на рынок. Тем самым поспособствовали тому, чтобы они просто вытащить деньги из потребителя, из кармана коллекционеров и пустить их в нужное дело. Все ждут новинки, уже годы проходят спустя того или иного выпуска. Монеты до сих пор планируются. Все ждут. Ничего не понятно, когда заработает полноценно. Хоть интернет-магазин, хоть филиалы, хоть таблицу посмотреть. Реальные цены, реальные на текущий, на сегодняшний день. Всех интересует цена. Все живут динамично, надеюсь, и следят за ценами, и ждут информацию, хотя бы давали бы конкретно. Сказали, второе полугодие будет уже выпускать монеты. Может быть в третьем полугодии. Так скажите, мы в третьем полугодии или в 23-м году будет, наверное, выпуск монет. Так, чтобы ожидать, хотя бы планировать можно было. Пишите, пожалуйста, комментариев, если поддерживаете действия Нацбанка или же против, или какие-то рекомендации. Было бы очень интересно. Надеюсь, после этого выпуска обновят хотя бы, хотя бы таблицу по монетам, которые находятся в филиалах Национального банка. Ну а дальше уже ждем, естественно, монеты, которые уже выпущены, которые пресс-релиз. Какой день будут продажи, к чему готовиться. Пишите. Национальный банк. Просыпайся.